Память святого Алексея, митрополита московского, православная церковь отмечает в трижды в году, осенью, зимой и летом. 2 июня – день обретения мощей святого. По многолетней традиции сотни верующих проходят крестным ходом от Покровского собора до часовни на набережной. Паломники чтят предания о том, как святитель, проезжая место слияния рек Волги и Самары, предсказал, что здесь будет великий город. Это было за 300 лет до основания Самары. Великий чудотворец и скорый помощник. Так верующие в молитвах обращаются к святому Алексею. Он считается ангелом-хранителем Самары, поскольку первый предсказал о будущем великом граде, в котором воссияет благочестие. Он же пророчествовал, что град сей никогда не будет разорен. К святителю Алексею христиане обращаются в разных житейских нуждах, в частности, об избавлении от глазных болезней. Известен случай, когда он исцелил от слепоты жену хана Золотой Орды. Возвращаясь оттуда, он, собственно, и оказался в Поволжье. А здесь о здоровье целого города молятся все православные самарцы. Молитва заступничества святителя Алексея, который молится, поэтому град сей не будет, как говорится, разрушен. И много чудес и милости Божьих на наш город изливается. Не стоит город без святого и село без праведника. Вот это покровительство, оно запечатлено в истории нашей церкви, в сознании нашего народа. Из поколения в поколение это передается. И реально в жизни мы, когда в трудный момент, чувствуем необходимость какой-то помощи, обращаемся, и они нам помогают. Сегодня православная Русь надеется на помощь святого Алексея еще в одном важном деле. В Московском Кремле начинаются восстановительные работы на месте чудового монастыря, который святой митрополит основал в середине 14 века. А в 20 веке монастырь был разрушен. Если его удастся возродить, это будет святыня вселенского масштаба, по значимости такая же, как Храм Христа Спасителя и Новый Иерусалим. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, События. Приходите завтра. Спасибо.